здравствуйте это один из нарезок на канале вячеслав тема всем известная фифером прокачка карточки л игрока в игре прокачка от 0 до 2 только усилить карту после 100 процентов после 80 и меньше шанса прокачать карточку но если прокачать карту игрока на 3 ранг мы получаем дополнительный плюс один бронзой по на раздающий до девятого уровня я тебе говорю по максимуму а может навесить и по тропису сейчас судья а я не знаю пинатипич а я балкана ты такая сладкая и хочу тебя целого прямо в куб так не знаю а сушка да зачем билди пинатипича думает мексика да я ну ну отец итак поехали энергично но без спешки серия пенальти первый удар ну ну бля ну бля ух ты и мяч всякий вы видите это лицо вы видите уверенность в нем если если есть то просто кто то я не знаю я не знаю покажу я ему куда бить по сука противоречиво выглядит скорее всего нервничает но может быть наоборот возбужденный настроек Тот емуmare ну зачем бить вызываться если эмоций своя благо не она сука и это не какой то рандомный баба он фокара чуть-чуть не хватило дамет чтобы взять он даже до мяча докинется почупал этот маленький подвиг но пусти вот за это мы обожаем гильермо а чо такие моменты всегда называют непростыми но на самом деле это момент как же раз срока ладана метрически в угол без шансов для вратаря важнейший момент серии сейчас забивать иначе у команда проиграет очень злой личный финансе мы уберем ударе у меня нет метров 9 5 астана зависит от его удара если он забьет они побеждают мы взрослеем это значит что мы не будем общаться и видеться так часто как раньше на случай если наступит день когда мы больше не увидимся просто знай я рад что встретил тебя потому что воспоминания нас останутся со мной навсегда все было по-настоящему нужно африканских именах во многих странах комендаты даже специально учили как правильно произносится фигу но и мы прощали сегодня внимание говорит и показывает мадрид говорит и показывает мадрид ну и так как ворота не готовы то и соответственно пройти нельзя только стрелять через них можно что там с монахом там делается монах хочет собрать релик справа до что там с монахом там и то что там Продолжение следует... 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 Ну, тут же как сходятся все эти самые, ну, так и будет, наверное, 20 февраля, но возникает вопрос о предыдущих суда. Знаете, как оно? Предсказание Нострадамуса. Теперь самое новое предсказание Нострадамуса. Знаете, как в электричках ходили пригородных, сообщали. Почему не на полдователе? Зима? Готовится подавать судьба. Теплая зима помешала планам вторжения России в Украину. Дата наступления сдвинута ближе к весне. Изначальный план Путина, по мнению разведки, состоял наступление в январе. Когда в Украину приходят традиционные морозы. Ну, знаете, даже книги есть об украинских морозах. А все, в январе, это такие трескучие вообще. На улицу выйдешь, ну, плюнул, ну, упала уже льдышка. Они вообще представляют, что такое Украина, да, там, украинские морозы. Ну, я не знаю, до 60-х годов нужно разве что посмотреть. И грунт достаточно промерзает, чтобы выдержать передвижение тяжелой военной техники. Ну, вот это уже, тут ребята уже явно, что они четкие представления об Украине, вот это, как СНН, да, когда пишешь, что Харьков, как раз-таки, российский город, да. И грунт достаточно промерзает. Слушайте, нахрена нужен грунт, если у нас построены такие дороги классные, дороги, направления просто идеальные, да, для танков, для чего хочешь. Грунт должен промерзнуть, иначе в украинских топях утонут все танки. Однако в этом году природа на стороне украинцев, ой, слава Украине, слава Украине. И пока под ногами болото, Путин вынужден перенести начало военной операции, как минимум, на февраль, пишет газета, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом. В этом сериале, вот будет немного сезон. Нам остается лишь сказать спасибо всем, кто сделал этот матч вот таким. Ребятам, конечно же, мальчикам, которые пытаются учить. Спасибо тебе, Дима, спасибо мне. И отдельно, и самое большое спасибо, конечно, тому, кто когда-то придумал играть в футбол. Пока. Какой парень. Мяч буквально прилипает к перчаткам. И свой же игрок забивает. Автогол.